Книга «Открытым оком», тема Святая Библия, 25 том, вопрос 3704. «Если бы Библия была у буддистов, кришнаитов и у иных, то, сравнивая со своим учением, могли бы они отвергнуть свое заблуждение? Не могут же они сказать, что Будда и иные учителя выше Христа в их священных книгах?» – отвечает Игнатий Тихноч-Лапкин. Точно такой же вопрос могут задать истинные последователи любого заблуждения, говоря о нас. Много ли они знают о Христе? И снова этот же вопрос задать и нам. Многие ли знают их учения с их толкованием, с описанием их чудес и прочее? Есть люди в тех религиях, которые не просто прочитали Библию, но изучают ее, сравнят ее со своими книгами и находят, что Библия подтверждает их учения. Вот брошюра «Сатья Раджа ДАС», в кавычках так написано в Библии. Москва, 92-й год, 40 страниц, 7000 экземпляров. Около 30 страниц в этой брошюре занимают тексты Библии по синодальному переводу с незначительными пометками. Вот оглавление. Кавычки открываются. Вы не есть это тело. Тот, кто любит Христа, должен следовать его заповедям. Мясоедение, реинкарнация, безбрачие, отречение. Кавычки открываются. Многое имею сказать вам. Иисус и Бог, возможно, едины, но они различны. Кавычки закрываются. Их из введения и предисловия, кавычки открываются, посвящается его божественной милости. А.Ч. Бхактиведанта с вами Брабхупаде, который своей жизнью показал нам совершенный пример, как любить Господа всем сердцем, душою и разумом. Кавычки закрываются. Смотрите Матфея, 22 глава, 36 по 40 стих. Кавычки открываются. Конечная цель этой работы – показать гармонию, существующую между Библией и более древним ведическими текстами Индии. Суть послания Библии и вет одна – возлюбить Господа всем сердцем, душой и умом. Кавычки закрываются. Самой трудной темой для нехристиан является тема искупления от греха. Приводя некоторые из указанных мест Библии, враги истинно-христовые начинают ссылаться на то, что злодеи-переводчики умышленно перепортили текст Библии, не в тех временных формах поставили глаголы. Или это выражение имело смысл только тогда, а ныне уже иное искать в их тругах нужно. Евреям, 9 глава, 22 стих. Да и все, и все почти по закону очищается кровью, ибо в пролитии крови не бывает прощения. Деяние, 4,12. Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Иоанна, 3,36. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Иоанна, 1 Иоанн, 1,7. Если же ходим во свете, подобно как и он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Нужно хорошо запомнить эти места, через которые дьявол не смог перевалить. Последователи иных религий давят на то, что любить Господа и есть самое главное. А любить, и они любят, значит и Будда, и Христос, братья. Им нужно указать, что цель пришествия Христа на землю была не та, чтобы научить обходиться без мяса или без рыбы. Установить безбрачие, но сокрушение дьявола, которому они до сих пор поклоняются, не приняв Христа своим спасителем. Иоанна, 1 Иоанна, 3,8. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего ты явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Евреям, 2,14. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державы смерти, то есть дьявола. Иоанна, 16,11. О суде же, что князь мира сего осужден. Эти и другие подобные места враги Христа Христова тщательно избегают. Я заметил одну странность при работе на компьютере, и даже вот с этим текстом. Везде, где приходится печатать слово дьявол, там оно само пишется с большой буквы, как и при начале предложения, после точки. И даже когда копируешь из электронной библейской версии, там уже все один к одному. Но слово дьявол, копируемое с маленькой буквы при вставке, точишь прямо на глазах. Только одно это слово делается с большой буквы. Дьявол. С большой буквы. Даже и в середине предложения. Пробовал, копировав все 36 мест Библии с этим словом, и весьма дивлюсь. Случается, что иногда выскакивают ошибки в книгах корректоры маловерующие. И они это слово, название главы демонов, везде переправляют на большую букву. Почему? Почему? Такое постоянно происходит только с одним этим словом. С одним из десятков тысяч слов стоит автозамена, но кто ее поставил и для чего? Для себя я нахожу ответ в том, что большая буква персонифицирует личность, выделяет ее из большой массы. А этого как раз и хочет тщеславный падший Херувим. Может тут и нет никакой мистики, но зная, как Люцифер пал с неба, по неволе подводишь тому, что он очень уж недоволен, что его нарицают вболно с маленькой буквы. Безбожники, которые матерят прилюдно друг друга, вдруг вцепляются один к другому крича. Ты мне не тычь, зови на вы. 2 Калифон 4.4 Итак, веселитесь небеса и обитающий на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Матфея 8.29 И вот они закричали, что тебе до нас, Иисус, Сын Божий, пришел ты сюда прежде времени мучить нас. И здесь ему нужно быть первым. Хотя дьявол в переводе значит клеветник, но и в этом он хочет быть первым, как маньяк, которому и в злодействии хочется стать чемпионом. Буддисты и прочие имена своих божеств пишут с большой буквы, показывая их единственность. Знание Библии не сдвинуло фарисеев и всех врагов божих в сторону истины. И апостол Павел не мог убедить родных ему евреев, с которыми он сидел некогда у ног Гамалиила. Только Дух Божий через Слово Свое может открыть человеку дверь к вере. Галатам 1 глава 15 по 16 стих Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своей, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я облаговествовал Его язычникам. Всю ночь до самого утра, когда уж звезды угасали, из лодки Симона Петра мы не в это озеро бросали. И все напрасно. Ночью тьму сменило утро на рассвете, но все ж по слову-то ему забросим в озеро мы сети. И был настолько лов велик, что лодка стала погружаться, и сети стали прорываться, и ужас в души всех проник. И Симон Петр тогда с тоскою сказал, колени преклоня, «Уйди, наставник, от меня, я сердцем грешен пред тобою». Христос же, ставший перед ним, сказал, «Не бойся, брось сомнения, отныне именем моим лови людей ты ко спасению». В. Жуков